Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео мы начинаем рассматривать огромную тему переработки какао бобов в какао продукты. Шоколадные изделия вырабатывают из сахара и какао продуктов, какао тёртого и какао масла. Какао продукты получают из какао бобов на специальных фабриках или в цехах производящих шоколад. Будет несколько видео лекций посвященных переработке какао бобов в какао продукты. Мы рассмотрим в этих лекциях следующие темы. Строение какао бобов и состав химический какао бобов. Ферментация и хранение какао бобов. Переработка какао бобов в крупку. Переработка крупки в какао тёртое. Получение какао масла. Его свойства и состав. Также без сомнения мы рассмотрим устройства, принцип действия, технические характеристики, оборудование, линии по переработке какао бобов в какао продукты. В этом видео мы рассмотрим строение какао бобов и их химический состав. Какао бобы являются семенами дерева какао теоброма какао, произрастающего в тропической части Америки и Африки и в больших количествах на островах Индийского и Тихого океанов, странах Азии и Океании. В мире имеется 28 районов, производящих какао бобы. Из них около 10 находятся в Африке. Гана, берег слоновые кости, Камерун, Нигерия, Того, Ангола, Санто-Ме, Гринсипи и другие. Из стран Сибири, Центральной и Южной Америки какао бобы производят Бразилия, Венесуэла, Перу, Эквадор, Тринедад и Тобаго, Куба, Гренада и другие. Из стран Азии и Океании в сравнительно небольших количествах производят какао бобы Папуа, Новая Гвинея, Западная Самоа, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины и другие. По происхождению какао бобы разделяются на три группы – американские, африканские и азиатские. Наименование товарных сортов какао бобов соответствует названию района их производства или порта вывоза – Гана, Нигерия, Камерун, Эквадор, Тринедад и другие. Какао бобы по своим качественным признакам подразделяются на две группы – благородные, сортовые, обладающие нежным вкусом и пряным, тонким ароматом со множеством оттенков. Например, Гана, Тринедад и потребительские, ординарные, имеющие тиркий, кисловатый вкус и сильный аромат. Ко второй группе относятся все африканские сорта и американские сорта – Байя и Пара. Какао-дерево – это вечно зеленое растение, произрастает на достаточно плодородных влажных почвах в условиях теплого и влажного климата под защитой других растений, предохраняющих его от сильных ветров и прямых солнечных лучей. Оптимальные условия произрастания и развития какао-дерева – среди годовая температура 26-27 градусов Цельсия, годовое количество осадков не менее 1000 мм, относительная влажность воздуха 70-80%. Какао-дерево достигает 15-метровой высоты, начинает плодоносить через 3-5 лет. Плоды располагаются по стволу и крупным ветвям, по форме они похожи на огурец. Длина плодов 25 см, диаметр 10 см. Окраска преимущественно желто-зеленая, золотистая или оранжевая. Плод какао состоит из оболочки толщиной 15-20 мм и красновато-желтой мякоти – пульпы, внутри которой расположены пятью продольными рядами 30-50 мендолевидных семян бобов длиной около 2,5 см. Боб состоит из четырех частей – твердого ядра, образованного двумя семядолями, двулепесткового зародыша ростка, нежной энтоспермы серебристой пленки, твердой оболочки какао-веллы в среднем 12%. Какао-бобы свежесобранных плодов, освобожденные от мякоти, не обладают вкусовыми и ароматическими свойствами, характерными для шоколада и какао-порошка. Они не содержат почти никаких ароматических веществ, имеют горько-терпкий привкус и бледную окраску – белую, желтовато-белую, фиолетовую, серую. С целью улучшения вкуса и аромата какао-бобов и лучшего освобождения от мякоти, их подвергают на плантациях ферментации и сушки. В процессе ферментации происходит изменение ряда составных частей какао-бобов с образованием новых химических соединений, что обуславливает появление и развитие специфического вкуса, аромата и цвета. Химический состав какао-бобов. В состав свежих какао-бобов входит жир, какао-масло, теобрамид, кофеин, углеводы, крахмал, сахара, белки, дубильные, красящие и ароматические вещества и минеральные соли, влага, витамины, различные ферменты и другие неидентифицированные вещества. Семидоли какао-боба состоят из паренхимных клеток двух типов. Большинство из них маленькие, состоят из протоплазмы, крахмальных и алиэроновых зерен и жира. Клетки второго типа большие, содержат фенольные соединения и пулиновые основания и полностью лишены жира и протеина. Большие клетки рассеяны между маленькими. Какао-масло является наиболее значительной составной частью семян достигающих более 50% сухих веществ не ферментированных какао-бобов. Какао-масло является наиболее значительной составной частью семян, достигающей более 50%, 52-56% сухих веществ, не ферментированных какао-бобов. Какао-масло состоит в основном из 3 глицеридов и некоторого количества свободных жирных кислот. Какао-масло имеет золотистый цвет, тающий вкус и приятный аромат. Теобрамин составляет 0,8-1,5% массы сухих не ферментированных семядолей. Он содержится не только в семядолях бобов и в обликающей их какао-велле от 0,5% до 0%, в незначительных количествах в какао-бобах содержится кофеин. Количественное отношение между этими алкалоидами значительно изменяется в зависимости от вида какао. Теобрамин и кофеин относятся к группе пуриновых соединений. Кофеин оказывает заметно выраженное физиологическое действие на человеческий организм, например, возбуждающим образом влияет на деятельность сердца. Так как теобрамин отличается более слабой растворимостью, чем кофеин, то стимулирующее его воздействие на сердечную деятельность проявляется в более слабой и мягкой форме. Теобрамин и кофеин наряду с дубильными и им подобными веществами определяют горький вкус какао-бобов. Источником для получения теобрамина может служить какао-велла, который является отходом в производстве шоколада и какао-порошка. Теобрамин впервые открыт в 1842 году русским ученым-профессором Воскресенским. Теобрамин и кофеин можно рассматривать как производные пуина. Структурные формулы показывают большое сходство этих двух соединений. И каждая из них может быть получена из другого путем метеллирования или деметеллирования. Теобрамин представляет собой белый монокристаллический порошок с медленно проявляющимся горьким вкусом. Одна массовая часть растворяется в 1700 массовых частей холодной и в 150 массовых частях горячей воды, в 4300 граммах холодного и 430 граммах горячего абсолютного спирта и в 105 граммах холодного хлороформа. Хорошо растворяется в тетрахлорэтане и кипящей уксусной кислоте, в щелочах и кислотах. Не растворяется в петролейном эфире и 4-х хлористом углероде. Температура плавления 330-350 градусов Цельсия. Кофеин представляет собой белые гибкие блестящие кристаллы с горьким вкусом. Кофеин характеризуется большей растворимостью, чем теобрамин и в воде, и в органических растворителях. В противоположность теобрамину, кофеин растворяется в горячем эфире. В какао-бобах содержатся различные углеводы, но наиболее значительное место занимает крахмал. Крахмал содержится в клетках семядоли какао-бобов, преимущественно в виде простых одноядерных зерен. В каждой клетке от 3 до 8 зерен размерами 3-8 микрометра. Сухие, неферментированные бобы содержат до 5-9% крахмала. Кроме крахмала, в ядре содержатся сахароза, глюкоза и фруктоза. Соотношение их в товарных бобах зависит от степени ферментации. Количество сахарозов в сухих неферментированных какао-бобах составляет 1,6%. У южноамериканских благородных сортов 0,5%. Содержание углеводов в какао-бобах изменяется в зависимости от климатических условий роста и созревания плода. Степени ферментации, сорта бобов. В хорошо ферментированных какао-бобах содержатся преимущественно глюкоза и фруктоза. В недостаточно ферментированных сахароза. В ферментированных бобах найдены также рафиноза, стахиоза, арабиноза, галактоза, мерибиоза и в виде следов ксилоза. В ядрах какао-бобов содержатся около 2,5% клетчатки и 1,5% пентозанов. В какао-вэлле их содержание соответственно равно 16,5 и 6%. Белковые вещества в какао-бобах представлены в основном альбуминами и глобулинами. Содержание сырого белка в какао-бобах составляет 10,3-12,5%. В какао-вэлле 13,5%. В свежих какао-бобах найдены в свободном состоянии следующие водорастворимые аминокислоты. Аспарагиновая, глютаминовая, лейцин, изолейцин, аланин, пролин, валин, аспарагин, глютамин, тирозин, фенилаланин и другие. Органические кислоты представлены в бобах нелетучими и летучими кислотами. В отношении состава нелетучих кислот, свежих, не ферментированных какао-бобов, существуют противоречивые мнения. Однако большинство исследований подтверждают присутствие в сырых какао-бобах лимонной, яблочной, винной и щавелевых кислот. Основным компонентом нелетучей фракции ферментированных какао-бобов является лимонная кислота, яблочная, виннокаменная и щавелевая. Из летучих кислот содержится уксусная кислота, а в бобах с посторонним запахом масляная и валерьяновые кислоты. Кислый привкус какао-бобов обуславливается содержанием свободной лимонной и уксусной кислот. Общее содержание кислот в пересчете на лимонную составляет около 2%, причем у потребительских сортов оно выше, чем у благородных, в связи с более длительной ферментацией потребительских сортов какао-бобов. Величина pH колеблется у обычных сортов какао-бобов от 5,2 до 6,4. Соотношение некоторых кислот, присутствующих в свободном состоянии, значительно различается по сортам. Дубильные красящие вещества придают какао-бобам специфический горький, вяжущий терпкий вкус и окраску. Дубильные вещества относятся к полимерным фенольным соединениям, полифенолам. По существующей классификации дубильные вещества подразделяются на две группы. Гидролизуемые дубильные вещества и конденсированные дубильные вещества. В молекулах гидролизуемых дубильных веществ фенольные ядра соединены атомы кислорода в более сложный комплекс. Эти вещества расщепляются с образованием более простых соединений. Фенольной и нефенольной природы при кипячении с водой или разбавленными кислотами, или под действием ферментов. Гидролизуемые дубильные вещества дают солями окиси железа темно-синее окрашивание. В молекулах конденсированных дубильных веществ фенольные ядра соединены друг с другом углеродными связями. Эти вещества не способны подвергаться гидролитическому расщеплению. При нагревании с разбавленными кислотами происходит дальнейшее их уплотнение. Они являются полимерами катехинов и лейкоантоцианов, или сополимерами этих двух соединений. С солями окиси железа конденсированные фенольные соединения дают темно-зеленое окрашивание. Углеродный скелет соединения может быть разрушен энергичным воздействием щелочей. К гидролизуемым дубильным веществам относятся галлотанин или китайский танин. При кислотном гидролизе или обработке ферментом тоназой, галлотанин расщепляется на глюкозу и галловую кислоту. Строение танина близко к строению глюкозида, состоящего из глюкозы и остатков дигалловой кислоты. Танины, выделяемые из различных растений или даже из одного и того же растения, представляют собой смесь веществ с различным соотношением галловой и дигалловых кислот. Чистый танин представляет собой бесцветный желтеющий на свету аморфный порошок, легко растворимый в воде, меньше в безводном спирте, почти нерастворимый в эфире. Водный раствор танина имеет сильно вяжущий вкус и окрашивает лакмусовую бумажку в красный цвет. Танин обладает восстановительными свойствами. В щелочных растворах он быстро похвачивает кислород воздуха, а растворы его окрашиваются при этом в темно-бурый цвет. К группе конденсированных дубильных веществ относятся катехины и лейкоантоцианы, которые объединяются общим термином флавоноиды. Катехины и лейкоантоцианы являются предшественниками конденсированных дубильных веществ. Катехины и лейкоантоцианы легко окисляются под действием солнечных лучей, ферментов в щелочной среде или при слабом нагревании и превращаются при этом в окрашенные соединения, представляющие собой продукты конденсации, первично образующихся при окислении кислородом воздуха хинонных форм. При окислении лейкоантоцианов образуются соответствующие антоцианидины. Катехины – это наиболее восстановленная группа флавоноидных соединений. При окислении катехинов образуются нерастворимые продукты коричневого цвета флобофены. Для каждого катехина возможны 4 изомера и 2 рацемата. Для катехина известны следующие изомеры – плюс катехин, минус катехин, плюс эпикатехин, минус эпикатехин и рацематы, плюс-минус катехин и плюс-минус эпикатехин. Химическим путем, окислением или восстановлением можно осуществить переход от одной группы флавоноидов к другой. Для катехинов особенно характерны окисления под действием тепла, интенсивного освещения, щелочей и ферментов. Ферментативное окисление осуществляется в основном под действием таких окислительных ферментов, как полифенолоксидаза. Катехины способны к окислению в водных растворах при значениях pH близких к нейтральным. При ферментативном или химическом окислении катехинов образуются неустойчивые ортохинонные формы, которые быстро подвергаются конденсации. Соединения с ортохинонными группировками участвуют в качестве промежуточных переносчиков водорода в окислительно-восстановительных реакциях. Одним из ценных свойств фенольных соединений в частости катехинов является их P-витаминное действие. Выяснено, что многие фенольные соединения, принадлежащие группе флавоноидов, обладают капилляроукрепляющей активностью. P-витаминное действие обнаружено у минус эпикатехина, лейкоцианидина, цианидина и других. Отечественными учеными доказано, что фенольные соединения чая проявляют противолучевое действие, обусловленное антиокислительными свойствами и антимикробное действие. Катехины проявляют также способность подавлять гиперфункции щитовидной железы. Общей чертой всех дубильных веществ является способность связывать и модифицировать белки. Свежие какао-бобы содержат сложную смесь полифенольных соединений. В них обнаружены минус эпикатехин, плюс катехин, плюс галлокатехин и минус эпигаллокатехин. Основной катехин, составляющий более 90% общего количества катехинов, это минус эпикатехин. Антоцианы представлены 3-альфа-арабинозидил-цианидил-хлоридом и 3-бета-д-галакто-зидил-цианидин-хлоридом. К группе антоцианов относятся красящие вещества какао-бобов. Антоцианы являются глюкозидами. При их нагревании с кислотами или под влиянием ферментов они расщепляются на сахар и красящее вещество, именуемое антоцианидином. Антоцианидины представляют собой относительно прочные и интенсивно окрашенные соли. В виде антоцианов они окрашивают цветы, ягоды и овощи. Антоциан в переводе с греческого «окраска цветов». Цианидины структурно напоминают катехины. Гидрирование цианидина приводит к образованию катехина. Это доказывает близкую связь катехинов и образующихся из них дубильных веществ с антоцианами. Окраска растительных тканей антоцианами зависит от многих факторов. От образования комплексных соединений с ионами металлов. При этом калий и соли имеют пурпурную окраску, а кальций и магний соли – синюю. От строения антоцианидина. Метеллирование изменяет окраску в красную сторону от адсорбции на полисахаридах. В свежих, неферментированных, а также плохо ферментированных бобах – аккара, бая, сантоме – содержится красное красящее вещество – какао красное. Оно хорошо растворяется в спирте, слабо в воде и не растворяется в эфире, хлороформе и бензоле. Обладает горьким и вяжущим вкусом. Содержащиеся в бобах антоцианы при ферментации, возможно, под влиянием содержащихся в плодовой мякоти органических кислот или фермента переходят в цианидины, которые, в свою очередь, могут путем конденсации переходить в катехиновые дубильные вещества. Ферментированные какао-бобы содержат пигмент, нерастворимый в воде и в спирте – какао коричневое. Содержание дубильных веществ в ядре какао-бобов составляет от 4 до 7%. В свежих какао-бобах содержатся разнообразные ферменты – бета-галактозидаза, амилаза, аспарагеназа, полигалактуронидаза, целлюлаза, протеиназа, полифенолоксидаза, липаза, каталаза и другие. Не ферментированные какао-бобы содержат фермент бета-галактозидазу, который расщепляет 3-альфа-Л-арабинозидилцианидинхлорид и 3-бета-Д-галактозидилцианидинхлорид в цианидин и сахар. Температурный оптимум действия фермента 44 градуса Цельсия, оптимум PH 4-4,5. Между PH 4 и 9 активность фермента стабильная при 45 градусах Цельсия в течение 17 часов. При отклонении от указанных значений PH активность фермента быстро снижается, особенно в присутствии полифенолоксидазы, кислорода и эпикотехина. Оптимальное для действия полифенолоксидазы значение PH равно 5. Имеется предположение об изменении содержания данного фермента в бобах в широких пределах. На присутствие протеиназы в свежих какао-бобах указывает гидролизм белка, происходящий при ферментации. Кроме протеиназы в какао-бобах, даже ферментированных, обнаружен фермент, свертывающий молоко и обладающий высокой устойчивостью к нагреванию. Несмотря на наличие в какао-бобах амилазы, расщепление крахмала при ферментации не наблюдается. Это, по-видимому, объясняется тем, что амилаза слабо воздействует на сырой крахмал и что, кроме того, при ферментации температура какао-бобов невысокая. Минеральные вещества какао-бобов представлены в основном калием, кальцием, фосфором, магнием. Содержание калия по финке составляет от 650 до 840 мг на 100 кг воздушно-сухих бобов, фосфора в пересчете на П2О5 от 780 до 1040 мг на 100 г, магния от 21 до 30 мг на 100 г, кальция от 5 до 10 мг на 100 г. В составе ядра какао-бобов найдены также натрий, железо, сера, мышьяк, свинец, фтор, медь, марганец, молибден, цинк. Среднее содержание золы в какао-бобах колеблется от 2,4 до 3,5%. В какао-бобах товарных сортов Гана, Бая, Камерун, Самоа, Тринидад среднее содержание золы менее 3%, сортов Ява, Цейлон, Ариба более 3%. Содержание золы в какао-велле до 6,5%. Содержание калия 2 г на 100 г воздушно-сухой какао-веллы. Витамины содержатся в ядре какао-веллы, ростке высушенных какао-бобов. Содержание представлено в таблице на экране. Ароматические вещества какао-бобов играют большую роль в создании специфического аромата какао-продуктов и шоколада. Исследования, проведенные с применением методов инфракрасной спектроскопии, масс-спектрометрии, газовой хроматографии и других, позволили выделить и идентифицировать летучие и нелетучие соединения, которые создают в шоколаде свойственный ему аромат. И известно более 300 таких соединений. Такие как линолол, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты, эфиры, амины и тому подобное. Получение высококачественного шоколада с характерным специфическим ароматом обуславливается протеканием биохимических и химических процессов при ферментации какао-бобов на плантациях и термической обработке на предприятиях. Во время этих процессов преобразуется содержание в сырых какао-бобов вещества и появляются новые соединения, влияющие на вкусовые и ароматические свойства готового шоколада. Это в основном сахара, аминокислоты, флавоноиды. После нагревания этих соединений проявляется ясно выраженный шоколадный запах. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели какао-бобы. Их свойства, химический состав, содержание минеральных веществ, флавоноидов, ферментов и так далее. В следующей видео лекции, посвященной какао-бобам, мы рассмотрим ферментацию какао-бобов. На этом я с вами прощаюсь. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления. А в нем все уведомления. И вы будете получать уведомления о новых видео. Отправьте донат на карту U-Money. Реквизиты вы видите на экране. Отблагодарите автора за ведение его канала. Особенно если вам была полезна та информация, которую вы получили. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok